здравствуйте уважаемые друзья получил несколько писем о просьбе более подробно рассказать на канале другом я изготавливал вот такие джиговые приманочки которые очень хорошо и актуально ловят в данный момент сома судака и щуку поэтому я сегодня для вас более подробно расскажу и покажу как изготовить вот такую уловистую приманку для начала я беру обыкновенный джиговый крючок тот который мне необходим по моему весу для моей рыбалки и самое основное убирая излишки свинца которая находится у головки они мне не нужны для того чтобы хорошо и красиво закрепить глазки как вы видите в профиль она приплюснута и имеется еще следы от губок тисков я зажимаю так чтобы сохранить параллель и сжимая до тех пор чтобы мне хватило места закрепить глазки глазки я уже выбрал давайте закрепим глазки и свяжем с вами уловистую такую приманку вот как вы видите наши глазки хорошо становятся на площадочку которую мы подготовили в тисках прижали подровняли и оставим на какое-то время для того чтобы они у нас прихватились наши глазки приклеились и теперь я беру нить и начиная от головки до загиба по проматывая останавливаясь приблизительно на уровне жал для хвостика нам необходимо взять щепотку красного меха песца и рассредоточить ее вокруг цевья при намотке здесь данный момент ну невозможно заменить какими-либо другими материалами потому что изначально я его придумывал так как он изготавливается и скажу откровенно довольно таки удачная приманка потому что самые плохие рыбацкие дни она очень сильно выручала очень хорошие отзывы моих друзей беру через жало одеваю наш красный мех и рассредоточивая его вот так по цевью чтобы он у меня со всех сторон обволакиваю прихватываем прихватили промажем клеем и равными частями со всех сторон уложим теперь белый мех песца чем длиннее и эластичнее будет наш мех тем лучше будет играть наша приманка можно использовать искусственный мех но результативность поклевок несколько хуже потому что в момент заброса приманки в хвостике остается часть воздуха и за счет этого наш хвостик какое-то время колышется еще в толще воды поэтому в искусственном мехе он нам макает значительно быстрее и этот эффект не наблюдается поэтому попробуйте может быть с другим каким-либо мехом у вас выйдут тоже хорошие результаты вот так прихватили мы со всех сторон белым мехом попробуем причесать посмотреть его форму нас вполне пока устраивает и теперь мы добавим немножечко клея и закрепим наш неизменный блестящий элемент я подготовил пару полосочек вот такого голографического люрекса чем больше его будут ну в разумных пределах добавлено в стример тем более результативной поклевки уже проверено повторю еще раз очень любит сом щука судак поэтому если у вас есть желание можете ее повторить расскажите мне как она у вас но это та приманка которая прошла и волгу и днепр и все 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 будем говорить злободневные места где только могут рыбачить наши доблестные рыбаки вот мы добавили если допустим в чем то как то мы ошибаемся или нам не нравится мы можем вытащить крючок и попробовать расправить наш хвостик вот наш хвостик будет вот такой красивой изящной кисточкой водрузим его на свое место и продолжаем дальше для того чтобы более-менее мне было удобно работать я его слегка мех примажу клеем крепим следующий промажем клеем и закрепим следующий элемент это проволока которой мы будем прихватывать перо я использую ни хром где-то толщиной 0,15 можно использовать обыкновенную проволоку то есть это не столь существенно прихватили тело мы будем изготавливать из вот такой тесьмы которую я приобрел в обыкновенном галантерейном магазине если у вас нет можете использовать просто даббинг можно использовать любой любую синель которую вы сочтете нужным для изготовления тела этот элемент не столь критичен промажем хорошо клеем и намотаем нашу тесьму вот так вот вот так вот Продолжение следует... Не доходя до головки пару миллиметров, останавливаемся и отрезаем остатки. Место крепления промажем клеем и хорошо примотаем. И теперь немаловажный элемент, без которого естественно невозможно обойтись. Вот у меня имеется вот такой набор перьев желтых. Я выберу себе с насколько возможными широкими бородками перышко желтого цвета. Проверено, хорошо работает перо или шартрес, или же вот такое желтое. Я изготавливаю сейчас стример в таком варианте, чтобы у вас уже наверняка без всяких проверок были хорошие поклевочки. Подготавливаем перышко, крепим здесь. Сделаем пару узелочков. И теперь возле самой головки нашей джиговой мы с вами выполним парочку оборотов полных. Стараемся подправлять бородки, чтобы они у нас не сильно заминались. И теперь равными частями мы начинаем с ровным шагом двигаться к загибу. Если попадется парочка пуховых перьев, как в моем варианте, это не страшно, так как при первых поклевках у нас все сразу станет на места. Делав здесь один полный оборот. И раздвигая бородки наших перьев, я прихватываю окончательно наше перо. И теперь аккуратненько убираем все-все-все бородочки назад. Делаем нашей проволокой один-два оборота. Держим пока проволоку в натяжке. И теперь нашей нитью ее окончательно закрепляем. Большое количество оборотов здесь неуместно, так как будет образовываться горлышко, которое я не люблю при изготовлении стримеров. Поэтому я беру немножко клея, наношу на нашу нить. И делаю завершающий узел здесь. Парочка оборотов, делаем завершающий узел. Остатки отрезали. И теперь я беру и отламываю, а не откусываю проволоку. Все. Как вы видите, наша джиговая приманочка готова к рыбалке. Вот она выглядит так. Вы, в зависимости от того, какой вам нужен вес, пожалуйста, можете изготовить себе такую приманочку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.